Здравствуйте, уважаемые друзья! В сегодняшнем уроке мы заберем такой конструктивный элемент, как перекрытие. Без перекрытия не обходится ни одна стройка, ни один интерьер. Перекрытие, соответственно, в названии оно говорит само за себя. Но при помощи перекрытий можно создавать не только перекрытие между этажами. Соответственно, в контексте того, что мы будем делать, мы будем делать при помощи перекрытия и полы для каждой комнаты, для отображения материалов в 3D, всякие пороги, лестничные входы тоже можно при помощи них делать, различные ландшафтные покрытия, поверхности. Но, в принципе, после того, как вы поймете, как это работает, вы сами для себя сделаете вывод, где этот инструмент можно использовать. Работать мы с перекрытием, учиться его делать, мы будем внутри того примера, который создавали на прошлом занятии. Вот мы видите, такое подобие интерьерчика сделали. Ну, не подобие, а просто нарисовали его. Тем не менее, размеры у нас соответствуют более-менее реальным. Давайте я чертежик удалю, он нам здесь не пригодится. Я просто его выделяю и нажимаю клавишу Delete. Соответственно, давайте посмотрим, из чего у нас состоит наш проект в данном случае. Это просто вот такие вот стены. Я перешел в 3D, нажимаю Shift, нажимаю, соответственно, центральный ролик на мышке, вращаю, смотрю его. Давайте проверим, какие у нас размеры есть здесь. Ну, вот, например, вот эту стенку я мерю. И вижу, что, в принципе, это почти 8 метров. То есть, у нас вот эта постройка довольно-таки реально по размерам, а не какая-то более-менее абстрактная. Вот, итак, инструмент перекрытия находится в левой панели инструментов, в наборе инструментов конструирования. И вот он. Для того, чтобы начать с ним работать, надо его настроить сначала. И давайте посмотрим, как это делается, и что для нас будет важно в этом плане. Я щелкаю два раза по перекрытию. И, соответственно, вижу вот такие вот, соответственно, параметры. Кстати, вы, наверное, уже обратили внимание, если особенно уже щелкали по каким-то элементам, мы видим, что вот это вот окно с параметрами выбранных элементов, оно более-менее для всех одинаково по своему составу. Вот, единственное, что отличаются, естественно, элементы, которые мы здесь настраиваем и так далее. Так, ну, давайте мы договоримся так. На первом этапе давайте мы сделаем перекрытие для нашей постройки. Ну, то есть, перекрытие, которое находится в самом низу, перекрытие между подвалом, например, или первым этажом. Либо это пускай будет пол. Вот, значит, смотрите, первое, что надо выбрать, это толщину перекрытия. Соответственно, если мы работаем внутри дизайна интерьера, вот эта высота, собственно говоря, не будет иметь, вернее, толщина не будет иметь большого значения. Можете поставить 100 или 50. Ну, а если вы будете создавать дом, то, конечно же, толщина перекрытия должна быть, ну, в соответствии с какими-то параметрами, которые вы уже либо знаете, либо у вас есть какое-то техническое задание, либо чертежи какие-то. Вот. Ну, давайте для нашего проекта я сделаю толщину 200 миллиметров. Второй вопрос, который надо решить здесь, это какой тип перекрытия будет. У нас здесь есть конструкция основная и многослойная. И опять же, таки, как и со стенами, если мы создаем, ну, например, там, дизайн интерьера, мы можем взять основную, значит, стенку, да, вот, в этом случае толщина у нас регулируется. Или же мы можем взять многослойную конструкцию, тогда толщина не будет, соответственно, нами управляться. Единственное, что мы можем выбрать какое-то вот предустановленное перекрытие из тех списков, из тех наборов, которые нам предоставляет сам Архикад. И опять-таки, если мы делаем дом, то, скорее всего, у нас, не скорее всего, а у нас будет многослойная конструкция. И мы, наверное, будем использовать не те конструкции, которые нам предлагает Архикад, а мы будем сами создавать вот эти вот конструкции. Как это делается, естественно, мы покажем попозже, да. Вот. Но пока что мы рассматриваем общие параметры. Итак, давайте я возьму все-таки основную стенку, да. У нее, кстати, тоже можно выбрать какой-то конструктивный материал. Но давайте мы этого делать сейчас не будем. Это не так важно. Вот. Следующий вопрос, который нам нужно знать и понять, это высота от уровня этажа, то есть, либо от проектного нуля. Соответственно, если мы делаем самый первый этаж, то есть пол первого этажа, то, соответственно, высота у нас в перекрытии будет равняться нулю. То есть, она будет находиться на линии горизонта. Если смотреть на все это сбоку. А уже стены будут опираться непосредственно на данное перекрытие. Вот. И что немаловажно, это привязка. Ну, либо плоскость привязки, так параметр называется. У перекрытия есть только две привязки по верхнему краю, либо по нижнему краю, сверху, либо снизу. Ну, вот смотрите, здесь надо каким способом ориентироваться. Если мы находимся в нуле, то, соответственно, при выборе вот этой привязки у нас перекрытие пойдет ниже. То есть, ниже первого этажа, то есть, ниже стены она будет располагаться. Это, соответственно, то, что нам нужно. Но в данном случае я не буду выбирать вот эту привязку, да. Потому что, если я выберу эту привязку, то, соответственно, стена пойдет, не стена, а перекрытие пойдет уже вверх и будет пересекаться со стенами. Чего допускать, естественно, не надо, потому что архиакат устроен таким образом, что здесь поверхности надо не пересекать, а сопрягать. Вот, ну, почему это нужно, мы в дальнейшем, соответственно, тоже с вами разберемся. Поэтому я беру вот эту привязку по верхнему краю и, соответственно, все остальные параметры. Так, у меня тут 305 стало, я пишу 200. Вот, ну, мы и шли 200. Хотя, по большому счету, ну, для данного проекта не имеет значения, какая будет толщина. Итак, мы выбрали параметры. Есть еще, есть много других параметров. Они тоже важны, но не на этом этапе. А пока нам только форма и расположение. Итак, мы это все сделали и нажимаем ОК. После того, как мы, соответственно, выбрали, настроили параметры не стены, а перекрытие, которое будем делать, мы должны выбрать геометрический вариант создания. И опять тут у нас есть, соответственно, геометрический вариант многоугольник, соответственно, прямоугольник и повернутый прямоугольник. Если у нас, соответственно, строение, которому перекрытие делаем, имеет прямоугольную форму, то, естественно, даже по умолчанию стоит прямоугольник. Мы берем прямоугольник. Но в нашем случае мне нужно перекрытие создать по периметру нашего строения. А стало быть, мне прямоугольная форма не подходит. Я беру многоугольник. Взял многоугольник и теперь могу его создавать. Ну, в смысле, перекрытие. Я могу его начинать создавать, начиная от любой точки. Мы выбираем ту, которая наиболее комфортна. Например, приближаю вот эту точку и щелкаю на начало вот этого угла. То есть на угол. Соответственно, у меня курсор привязывается. Видите, я поставил точку и начинаю дальше вести. Кстати, мы видим локальную панель редактирования. И здесь по сути происходящего, помните, мы когда стенку многосегментную делали, тоже такие инструменты были. Что говорит о том, что линию перекрытия мы можем делать как прямой, так и изогнутой, другообразной и так далее. Но нам сейчас нужна прямая линия. И, соответственно, у нас к каждой точке будет, соответственно, курсор привязываться. Ну, к линии пересечения, вот теперь здесь. Раз, я поставил точку здесь. Соответственно, когда я создаю перекрытие, у меня недоактивируется возможность перемещать объект. Я его приблизил, ну, роликом, да, для того, чтобы более точно это можно было сделать. Щелкаю сюда и отщелкиваю все точки, на которых у меня, собственно говоря, к которым у меня привязано вот это перекрытие. Этот процесс достаточно легкий и особо затруднений не вызывает. То есть, архикад у нас, в принципе, настроен, вернее, создан людьми, которые позаботились об удобстве конструирования и проектирования всех объектов. Так, иду сюда, сюда, и, соответственно, приближаюсь к той точке, где я начал создавать перекрытие. И, смотрите, когда я навожу конечную точку начальную, у меня там появляется такой молоточек, что говорит о том, что все, типа, я сейчас завершу. Я нажимаю левую кнопку мышки и перекрытие я создал. Сразу же перехожу в указатель, и мы этого перекрытия в плане сверху не видим. Но если я щелкну просто вот в том месте, где перекрытие, в принципе, может быть, то я вижу, что оно выделилось. И, соответственно, мы можем посмотреть его в 3D. Давайте мы его повернем. Вот такое перекрытие у нас получилось. Смотрите, видите, оно у нас от линии горизонта, то есть от абсолютного нуля, идет вниз. То есть, так же, как мы и настраивали. И мы, соответственно, в 3D можем отслеживать, наблюдать, как это перекрытие у нас выглядит с точки зрения его корректности. И оно у нас получилось достаточно правильным, нормальным. И, соответственно, все здесь хорошо. Возвращаемся вновь сюда. Соответственно, то, что мы не видим сверху, соответственно, перекрытие, это, ну, как нормальное явление по умолчанию. В архикаде это так. Соответственно, мы, конечно, можем настроить его видимость, но мы этого не будем делать, потому что такой необходимости, во всяком случае, на данном этапе нет. А если нам и надо будет настраивать видимость каких-то, ну, например, полов, да, раскладка там плитки, либо линолеума, либо какого-то другого покрытия, то мы это будем делать при помощи других инструментов, а не перекрытия. Перекрытие предназначено для того, чтобы его визуально можно было оценивать, ну, например, именно в 3D. То есть создавать какие-то покрытия для полов и так далее. Кстати, давайте попробуем при помощи перекрытия сделать как раз вот какое-нибудь покрытие для пола. И смотрите. Соответственно, мы будем исходить из чего? Если я посмотрю на вид сбоку. Кстати, давайте я сейчас возьму некий инструмент, который мы с вами еще не рассматривали, но в скором времени рассмотрим. Инструмент называется разрез. Разрез используется для того, чтобы, соответственно, посмотреть на наше строение. Все, либо какую-то часть сбоку, ну, чтобы его оценить, либо, значит, стать какие-то чертежи, либо что-то подобное. Вот, еще раз повторюсь, я сейчас просто для того, чтобы порассуждать по перекрытиям это делаю, но мы инструмент разрез еще с вами рассмотрим более подробно. Я просто вот так вот создаю разрез вот в этом месте и буду смотреть его сюда. После того, как разрез создал, у нас он появляется в списке разрезов. Я щелкаю сюда. И вот смотрите, видите, вот так вот выглядит вид сбоку наш, соответственно, наши стены и наши перекрытия. Зачем сюда перешел? Дело в том, что если я буду делать пол, да, вот это у меня просто перекрытие, да, вот оно. Это у меня стены. Так вот, пол, он должен быть, должен находиться уже чуть повыше, соответственно, данного перекрытия, да, то есть он должен входить как бы внутрь помещения, вот здесь. И толщина у него, очевидно, должна быть не, соответственно, не 200 или там 300 миллиметров, да. Но обычно, когда мы создаем пол, мы задаем те реальные параметры покрытия пола, которые у нас будут в жизни. Ну, например, 10 миллиметров, да. Какие же материалы мы для этого выведем, это уже немножко другой вопрос. Но я просто вам показываю, на что я буду ориентироваться. Именно вот внутри помещения уже и не по краям стены, а по краям внутренней части стены мы должны это перекрытие будем создать, который будет, ну, как я вам сказал, полом, да, ну, именно визуальным аспектом полового покрытия. Давайте я закрою это окно с разрезом, да. Вот, вы можете его пока не делать, не повторять за мной, потому что, как я уже сказал, мы его еще повторим. И сам разрез, я, кстати, тоже удалю, чтобы у нас его не было. Вот. И теперь я хочу создать, ну, например, покрытие для пола вот в эту комнату. Не знаю, как она называется, ну, пускай будет, какая будет, такая будет. Я снова иду, значит, в перекрытие. Вот, щелкаю два раза, соответственно. И смотрите, я уже меняю параметры данного перекрытия. То есть я беру площадку, например, 10 миллиметров уже, да. Все остальное я оставляю без изменения. Но привязку, это вот важно, я беру к нижней части, чтобы он у меня, ну, в смысле, это перекрытие росло у меня не вниз от линии пола, от нуля, да, а вверх. Ну, как будто мы его поселили поверх, значит, железобетонного покрытия. Все, в принципе, больше ничего мы здесь не делаем. Я нажимаю ОК. Если я для этой комнаты делаю перекрытие, это у меня прямоугольник, я беру уже не мноугольное создание перекрытия, а вот это. Ну, очевидно, в каждой комнате будут свои полы. Вот, и я просто щелкаю здесь и провожу сюда, и щелкаю здесь. Все, я создал перекрытие-пол для вот этой комнаты. И, соответственно, я теперь могу сюда щелкнуть. Вот видите, у меня выделен вот этот пол. Щелкну сюда, у меня выделено целиком, соответственно, перекрытие. Так, давайте мы зайдем в 3D-вид и посмотрим, что у нас здесь получилось. Мы увидим. Давайте я вот поворачиваю, что вот у меня, соответственно, появилось вот в этой комнате вот это вот перекрытие. И даже то, что оно находится выше, чем основное перекрытие, свидетельствует тот факт, что, видите, здесь у нас есть сетка проекционная. Она вот здесь вот видна каким-то образом, а вот здесь уже не видна, потому что вот это перекрытие находится поверх, соответственно, нуля. Выше нуля на 10 мм. Ну, давайте сразу же знаете, что сделаем. Давайте в этом примере мы рассмотрим, как мы можем, значит, покрытие для данного пола изменить. Тем более, что я так думаю, что вам не терпится понять, как это делается. Для этого я выделяю данный объект пол. Это можно сделать в 2D, это можно сделать в 3D. Но когда мы делаем в 3D, мы можем визуально оценить, что мы делаем. Поэтому я в 3D остановился. Я выделяю этот объект. И, соответственно, иногда бывает так, что объект выделен, а человек еще раз нажимает на него, видите, и тогда, ну, как сказать, у нас пол перемещается. Если так вот вдруг нечаянно получилось, ничего страшного. Просто нажимаете на Escape, и, соответственно, у вас пол возвращается на место, и, соответственно, в выделенном состоянии остается. Потому что редактировать объект мы можем только тогда, когда предварительно его выделяем. Итак, мы выделили перекрытие, идем непосредственно настройку нашего перекрытия. Вот сюда вот я нажимаю. То есть не сюда вот нажимаю, да, вы это помните, а вот сюда я нажимаю два раза, когда начинаю создавать что-то. А когда я уже что-то это создал в данном случае перекрытия и хочу его отредактировать, то я нажимаю вот сюда два раза и попадаю, в принципе, в то же самое окно. Да, но это окно уже будет не создавать параметры нового перекрытия, а редактировать параметры уже имеющегося. И смотрите, давайте познакомимся с разделом модель, это у каждого объекта здесь есть, да? И в разделе модель мы можем изменять покрытие нашего объекта, в данном случае перекрытие, либо пола. Здесь у нас есть такие кнопочки, активируя которые мы можем поменять внешнюю часть элемента, в данном случае пола. Значит, здесь даже написано торцевую поверхность мы можем поменять, да? И, соответственно, нижнюю часть. То есть мы можем раздельно поменять, значит, покрытие каждого элемента. Ну, для вот этого пола, давайте мы этого делать не будем, мы щелкнем по всем трем кнопкам, да? И мы говорим, что мы поменяем покрытие и для торца, и для верха, и для низа. И чтобы у нас везде был одинаковый материал, я еще нажимаю вот на эту цепочку, щелк сюда, и видите, у нас здесь одинаковый материал, ну, как бы присвоился ко всем этим покрытиям. И был выбран какой-то дуб светлый по умолчанию. Если мы хотим, соответственно, поменять на другой материал, ну, и щелкаем сюда, и, ну, на любой из этих элементов, да, кнопочек. Даже это не кнопка, ну, ссылка, мы срём её так. И у нас появляется список всех материалов, которые мы можем использовать. В зависимости от ширины вашего монитора, у вас вот этот вот интерфейс может появляться, вот как у меня, у меня широкий монитор, он появился сразу весь набор, да? Если монитор чуть потоньше, он может появляться, ну, соответственно, в более узком пространстве, тогда надо просто роликом крутить, и у вас будут вот эти вот все меняться элементы, ну, то есть прокручиваться. И вы здесь по, значит, по названиям видите, какие здесь материалы есть, да? Ну, смотрите, у нас бетон, дерево, вот, вы можете просто посмотреть, ну, и, соответственно, вы уже можете просто представить, что, какие материалы где вы можете поменять. Ну, вот, например, очевидно, кирпичи, ну, как внешний вид материала, это для стен, да? Ну, опять же, дерево для, тоже, может быть, для стен, либо для деревянных домов и так далее. Есть краска, вот, есть кровля, линолеум, пожалуйста, можно присваивать, это краска для полов, да? Вот, помимо всех тех материалов, которые здесь имеются, да, а я не хочу, не могу сказать, что здесь прямо вот всё-всё, что нам нужно, да, вот, мы можем создавать собственные покрытия. Чаще всего необходимость в этом-то как раз и обстоит. Опять-таки, как создаются собственные покрытия, мы с вами посмотрим позже, да, я вам расскажу и покажу. То есть, создав собственный материал, он появится вот в этом списке, и вы можете его выбрать, например, как я сейчас выбираю, например, паркет вот этот, да? Выберите его, щелк, видите, везде паркет стал. И, соответственно, после того, как вы, соответственно, выбираете свой, либо имеющееся покрытие, вы, свое или имеющееся покрытие, вы нажимаете ОК, и смотрите, видите, пожалуйста, у нас, у данного, значит, покрытия, ну, в смысле, не покрытия, у данного перекрытия, да, который сейчас является, ну, как сказать, ну, это наш пол уже, да, для данной комнаты покрылся, вот, появился вот этот вот элемент. Вот, и, соответственно, я бы хотел вам порекомендовать в качестве домашнего задания посоздавать, значит, создать перекрытие от первого этажа и создать, соответственно, необходимые покрытия для пола, соответственно, для каждой комнаты и попробовать применить какой-либо материал. Я понимаю и знаю то, что, соответственно, вы пока не можете, не умеете, скорее всего, свои создавать покрытия, либо материалы, да, но мы потом этому научимся. Итак, значит, на этом я урок заканчиваю. Встречусь с вами в следующем, соответственно, занятии, на следующем занятии, где мы дальше эту тему будем развивать. Спасибо за внимание. До следующего урока.